утренний гость утренний ну что друзья вот научились делать аджику с помидорами а не совсем вопрос ты правда уверена что вот аджичку так мазать эту остренькую штучку правда люблю остренькая есть у меня вот какая-то слабость моя какая-то такая стройная и видимо специально надела красную кофточку чтобы помидорок здорово молодец давай уже представлять нашего гостя сегодняшнего и спросим за все как скоро любит ли наш гость аджику по утрам по утрам руководитель центра джем создатель проекта танцы без границ васильева дарья сегодня у нас в гостях утро доброе доброе утро дарья судя по названию ты любишь джем из помидоров острый джем из помидоров вышла какой завтрак предпочитаете легкий завтрак это овсяная каша кофе честно это я вам расскажу так то конечно шашлык суп так для телевидения конечно овсяная каша танцоры какое-то другое питание особенное там ограничено количество углеводов там знаю напитки такие ну танцоры скажем так те же самые спортсмены и конечно же они должны питаться так чтобы им было не тяжело двигаться в любом случае каждый танцор даже если он не намеревался соблюдать диету ему придется соблюдать потому что тяжело двигаться когда ты перенасыщаешь свой организм каким-то вот углеводами излишне ну как бы 2 движение это все мешает это приходит понимание со временем тоже вот то есть если там танцоры начинают и думать что вот мы сейчас да что мы там будем есть нам же много надо калорий любом случае приходится уже ограничивать себя в питание ну не ограничивать а имеется ввиду более здоровый рацион питания брать но опять же это тоже спорный момент что значит здоровый то есть для каждого он свой и каждый определяет его по-своему но в основном да это много танцоров я знаю что переходит на вегетарианство есть такие танцоры да в основном вот как раз уже который вот станции на тнт вот кого мы привозили они многие викторианцы ну и это им не помогает то есть им легче двигаться легче какие-то там переносить нагрузку а джички так там перца то много и все какие-то подвижные танцы правильно да и сразу хочется двигаться дальше танцы без границ второй сезон уже стартует мы все ждем с нетерпением кастинг проходил вот об этом расскажите нам что особенно в этом сезоне что мы ожидаем что нового какие-то новшества будет по сравнению с первым сезоном который мы так смотрели ну первый сезон и вообще все что впервые это всегда интересно и ну то есть никто еще не знает как это будет что это будет конечно же второй сезон всегда будет сравниваться с первым но хочу сказать ну скажем так заинтриговать зрители о том что танцоры пришли действительно интересные каждой личности каждый из себя представляет какое-то то есть они танцуют стандартно да там направление кто там контент джаз фанк но у всех у них присутствует свой в танце характер поэтому я думаю что будет интересно всем смотреть вот и танцоры дам они достаточно сильные и с ними хореографом интересно тоже работать сколько участников у нас сейчас 17 участников 17 звездочек загорятся у меня вопрос почему танцы без границ это как-то специально с таким вот подтекстом и но подтекст тоже да есть в том плане что нету рамок да нет определенных стандартов имеется ввиду в танцы но конечно же основные моральные признаки естественно существует но в том плане что направление смешиваться то есть хореограф может себе давать полную свободу действий хочет он смешать там джаз фанк и контент но я не знаю но это я к примеру то есть там дэнс холл и хип-хоп но то есть нету конкретики определенных каких-то границ и все в свободном творчестве и танцы без границ это действительно что без границ становятся дети открывает точнее открывают свои границы шире после того как выиграет ну то есть у нас будет известен победитель он едет в танцевальный лагерь старденское где он как раз расширяет свои границы в познаниях танцевальных направлениях ну и вообще шаг в будущее я думаю что для многих это большая ступень для кого-то это трамплин прыгнуть высоко и улететь далеко для кого-то пока пониже но для всех это уже развитие как проходит проект это будут какие-то этапы съемочные да какие-то дни когда может быть отсеиваться участники либо какие-то баллы будут ставить все участники у нас идут до 6 тура вместе они конкурируют не конкурируют оценивается каждый участник оценивается баллами на итоговом концерте которому они готовятся в течение определенного периода и когда мы смотрим концерт концерт который вы уже будете видеть тоже на телевидении там у нас зреть жюри оценивает каждого участника ставят баллы и участники набирают баллы до шестого этапа а уже на шестом этапе в соответствии суммы баллов мы к сожалению расстаемся с некоторыми участниками и остаются у нас в полуфинале половина участников и уже из полуфинале точно также из оставшихся ребят мы выбираем троих финалистов это встреча реальке да отлично но вот все такi была заявлена такая мысль что будут сравнивать сезон с robatxd sravo так если в сравнении например кастингов и паза и заявленных воле заявление попасть на кастинг например вообще в программу когда было плотнее когда было больше стремления в первый раз 1 2 было больше стремления в первой было больше стремлениях первой Я думаю, это было связано с тем, что, да, как-то интересно всем попробовать. Но у нас действительно многие дети просто боятся. И многие, кто регистрировался на кастинг, это были дети. Видимо, у них было желание, но не было желания у родителей. То есть, соответственно, вот такая вот дилемма, она происходит, к сожалению. Интересно. Интересно, как вообще дети воспринимают, потому что все равно это страшно немного. Это что-то новое, и родители переживают в том числе. Но, так как это проект телевизионный, на телевидении тоже подразумевают свои какие-то правила. Создается ли какой-то образ для каждого участника, либо вы подсказываете, помогаете. Вот здесь тебе стоило надеть какие-то джинсы, рваные. Я сейчас подсказываю, да. То есть образ, ну и образ какой? В танце, когда они уже выступают на итоговом концерте, у каждой группы свой конкретный стиль, какой-то там образ создается. И да, мы уже их помогаем им сделать этот образ. Довести, да. Когда делаете образ, я хотел задать вопрос. А какие стили, вот сама как хореограф, как профессионал любишь смешивать между собой? Или чистый прям? Ну, мне кажется, сейчас в современном нету чистого стиля. Нет, сейчас нету чистого стиля. Сейчас все модно смешивать, во всем смесь. Но в основном мы подстраиваемся, ну и я думаю, что многие хореографы так делают, под своих учеников. Потому что невозможно там придумать себе, поставить в голове номер и прийти, понять, что ребята там не дотягивают этот момент. Или наоборот, у них получается, может быть, что-то лучшее. И поэтому все меняется. В процессе работы уже занятий, в процессе занятий перестраивается. Получается, что неделя отводится на то, чтобы создать новый образ. Полторы недели, да. Полторы недели, да. Но дети в каком возрастном категории участвуют? В основном у нас 8-16 лет. Большой такой достаточный раз вброс. Но тем не менее, для детей, мне кажется, особенно в 80 лет, очень сложно как-то быстро реагировать на какие-то новые. Ты вот как танцор тоже, наверное, знаешь, что... Знаешь, в общем, сейчас такая молодежь, что они как губками, кажется, впитывают все вот эти... Они же смотрят, смотрят иностранные клипы, у них есть кумиры, какие-то артисты. Сейчас мы идем на обсуждение. Что делать, смотреть и кривляться, извините меня за выражение, перед зеркалом, а другое дело на сцене показывать пластику и грацию своего тела. Это же совершенно отлично. И другое дело прийти на занятия, повторять за хореографом и понимать, что ты этого не можешь сделать, это еще другое дело. Да, поэтому... Это третье дело, да. Я хотел сказать, что, в принципе, неделя и даже полторы для такого небольшого возраста – это прям победа над собой. Об этом мы и говорим, что этот проект дает развитие. И не важно, победил ты, не победил, ты уже там принял участие, ты уже побыл вот в этой атмосфере напряженности, когда у тебя нет времени расслабиться, когда у тебя есть работа, только время на работу над собой. Вот это и есть как раз большой плюс проекта, который может получить любой участник. А мне кажется, что родители волнуются даже чуточку больше, чем сами дети, потому что за кадром, все равно, да, за кулисами это и приготовить, и создать этот образ, помочь, да. А что ребенку нужно выучить, дать, танцевать, сделать свое дело. Поэтому мне хочется пожелать и участникам всем удачи, и родителям терпения в том числе. Ну и мы продолжим, конечно же, наше общение, потому что сейчас перейдемся на небольшую паузу. Дарья Васильева сегодня у нас в гостях, создатель проекта «Танцы без границ. Китс». Продолжим совсем скоро. Утренний гость. Утренний гость. Это будет Денький шоу, мы продолжаем наш эфир и продолжаем общаться с нашим гостем. Руководитель центра «Джем», создатель проекта «Танцы без границ. Китс» Васильева Дарья. Сегодня у нас в программе. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну и продолжаем говорить про проект «Танцы без границ. Китс», проект, который ждут, который любят, который уже полюбили после первого сезона. Вот сравнение, да, какие-то вот, может быть, отголоски от первого сезона, какие-то, не то что советы, да, выжелания, выводы были от участников, либо от тех, кто смотрел этот проект, и что бы перенесли на второй? Новшества какие-то, может быть? Что не было в первом? Новшества – это, естественно, у нас новые хореографы, постановщики, новые номера. Это все абсолютно новое. Новые участники. То есть просто остается также у нас главный приз поездка в Старгендс Кэмп, в танцевальный лагерь в Анапе. В основном у нас все, в принципе, и новое. Не буду раскрывать все. Ну, лучшая традиция. Даша, а вы какой-то мастер-класс показываете, вы что-то преподаете в этом проекте, какую роль играете? То есть именно вот с участниками какое общение? Сейчас я играю больше роль организатора, потому что организационных вопросов очень много, и что касаемо их, поэтому занимаюсь в основном ими я, и у нас работают хореографы, которые именно профессионалы, специалисты в этой области, и я полностью на них возлагаю вот эту вот обязанность, и я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и поэтому и дети больше получают, и хореографы получают удовольствие от полученного результата. Мне казалось, сейчас вот завела у нас Анна разговор про мастер-класс, и прямо сейчас мы с вами будем продолжать делать зарядку здесь. Давайте потанцуем, а почему нет? Прямо здесь сидя потанцуем. Прямо здесь и сейчас, потому что есть огромное количество стилей, где не обязательно делать какие-то пируэты, поднимать батманы и летать, да, фу, это. Поэтому что-то на месте, что бы мы могли сделать. Главное, чтобы я сумел повторить. Если я смогу повторить, значит, это все хорошо. Значит, все смогут повторить. Значит, все смогут повторить. Как они ваше лайф для наших телезрителей, чтобы все проснулись, немножечко научились. Какому стилю? Ну, Анна, как вы сказали, за эфиром, что ВОК. Давайте попробуем ВОК. Я, конечно, не ВОГер, но мастер-классы у нас проходили, поэтому мы можем... Такая всем известная бабочка, которую все любят ВОГеры в основном показывать. Ну, это то, что мы можем, сидя, собственно, с вами сделать и размять мелкое моторико. Размять свои ручки с утра, проснуться. Ну, это еще, да, легко, да? То есть мы покрутили. Ну, теперь, вот, допустим, мы развернули правая рука сверху. Так. И дальше пошло дело. Дальше мы заворачиваем. Так, значит, правая... С этого момента я уже перестал понимать, что произошло. Во-первых, у меня как-то бабочка не распахнула, мне кажется, вообще. ВОК, ВОК, это все натянутые линии, это еще довольное лицо, еще ипотаж. Я бы... Ипотаж, да. То есть, они здесь натянутые... У меня 30 разовый ВОК, посмотрите. А, лицо свежено. Нет, здесь все натянуты, поэтому работает лицо. Да. Да, натянули, да, потянули ручки. Теперь заворачиваем правую руку и левая сверху. Еще раз. О, не получилось! Еще раз. Ты танцевала! Вот никогда. Все, это нет, это вот все пошло. Нет, вот все, друзья, я не понимаю, что происходит. То есть, смотрите, вот у нас... Давайте мы хорошо... У вас влево, да, Максим? Вот влево развернули. Влево развернули. И соединили теперь с левой рука, заходит под себя. Вот у тебя левая рука. Вот эта правая? Да. Она... Она заворачивается... А, правая. Она заворачивается куда? Давай левую лучше, левая легче. Левая, так. Теперь левая... Я уже давно вернула. Левая кисть... Нет, левая кисть к правой идет, к правой, и закручивается. И правая туда же заходит. И заворачивается. О, господи, это же, боже мой, как хорошо заворачивается у вас, друзья, белкой ботой. Да, и теперь стараемся... И вот эти бабочки можно через себя. Лицо, я кашляю, друзья, я куда-то уже полетел. И цыганочка у меня пошла. Итак, мы готовы. Так, танец мальчиков, девочек, зайчиков. Три, два, один, два. Суну музыку в студию. Лицо, лицо, Максим. И поташку. Волк, волк. В общем, девочки, я вам аплодирую. Молодцы. И если у вас, друзья, получилось сделать так, как Дарья показывала, то вот вам просто... Сидя, танцы, без границ. Сидя, танцы, без границ. То есть вам два лайка сразу. У меня разгалось, конечно, мелкая моторика, мозги заработали еще лучше. Но пока что бабочка моя не летает. Ну, тебе домашнее задание, чтобы бабочка полетела. А что бабочку? Слушай, а может, это как болят, ну... Главное, что ведь вот так что надо растянуть, это уметь, понимаешь? Самое главное, это лицо. Я, ну, лицо. Максим, можно вот так посидеть? И вот так поделать? Отличный мастер-класс, Дарья, ну, мне кажется, он не такой сложным, как казалось. Вот, ты понимаешь, что это не сложно, не сложно, а тем не менее не сложно. Вот мне хочется как раз-таки поговорить. Наверняка смеетесь вот так же тоже, когда снимаете программу. Какие интересные моменты происходят на съемочном процессе? За кадром, как говорится. Что такого интересного есть в проекте? Интересные моменты всегда случаются, но это все действительно так вот получается вживую, в реалити, и как бы совершенно неожиданно. Сейчас даже сложно вспомнить, что же у нас было такого вот смешного и подожденного. Хорошо, да, да, бэкстейндж будет? Да, конечно, конечно, да, мы все это снимаем еще. Пока у нас операторы отворачиваются, мы быстро все на телефон, на телефон. В общем, самые интересные, смешные моменты, которые не войдут, наверное, в телеверсию, обязательно надо будет показать потом у нас здесь в будильниках. Ну, а мы будем смотреть, конечно, радоваться, болеть за участником. Финал, когда он состоится? Финал состоится в ноябре. И на финал мы приглашаем всех зрителей, всех, кто хочет посмотреть на финалистов, на лучшие номера, которые ребята будут, ну, то есть совместно с хореографами будут вставить. И лучшие номера мы отбираем на галоконцерт. Мы хотим пожелать вам удачи. Спасибо. Творческих свершений. Пусть все звездочки действительно загорятся. Мы будем радоваться за них, поддерживать, держать кулачки. Сегодня у нас в гостях была Васильева Дарья, руководитель центра «Джем», создатель проекта «Танцы без границ. Кидз». Спасибо большое. Спасибо вам. Ну и, Дарья, вопрос вам. Пользуетесь ли вы шпильками для волос? Как вы успели заметить, сейчас уже нет. Но, тем не менее, если вы не знаете чего-то о шпильках для волос, вдруг такое может быть, то прямо сейчас предлагаю всем нам посмотреть сюжет о том, как это делать. Танцору особенно пригодится. Будильники Танцор Продолжение следует. Продолжение следует...